Здравствуйте дорогие друзья, с вами Сергей Балакирев и мы продолжаем курс по Django Red Framework. На предыдущем занятии мы с вами определили сериализатор на базе вот такого класса Serializer. Он позволяет получать данные в JSON формате, добавлять и изменять уже существующие записи в таблице базы данных. Для этого была использована такая таблица Vimen и ORM Django. То есть наш сериализатор напрямую связан с моделью таблицы базы данных. Это распространенная схема. Поэтому для нее существует специальный класс сериализатора. Он выглядит так вот, ModelSerializer. И значительно упрощает текст программы при описании сериализаторов, связанных с моделями фреймворка Django. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в нашем конкретном случае. После того, как мы указали этот базовый класс, нам уже нет необходимости вручную прописывать все вот эти вот атрибуты. Вместо этого мы запишем следующее. Я уберу абсолютно все, что здесь записано. Это нам уже не надо. Далее запишем вложенный класс мета. Ну а внутри этого класса два атрибута. Первый, Model, равный Vimen. То есть мы будем работать по-прежнему с моделью Vimen. И второй атрибут, Fields, который будет говорить, а какие поля вот из этой модели, из таблицы базы данных, будем возвращать обратно клиенту. Для примера я укажу такие, Title, пусть это будет поле, Content и Cut ID. Причем обратите внимание, я здесь пишу не Cut ID, а просто Cut, потому что мы уже используем вот этот класс Model Serializer. Он работает вот с этой вот моделью. И здесь нам нужно просто указать вот этот вот атрибут, внешний ключ, который записан вот в этой модели. То есть мы вот здесь указываем уже не Cut ID, а просто Cut. Но когда пользователь будет получать, уже клиент будет получать обратно вот этот вот ответ, он здесь увидит конкретный идентификатор, то есть конкретное число. Все, вот такие вот три строчки заменили все те строчки, которые у нас с вами только что были в этом классе. Видите, как это легко и просто делается. Давайте протестируем работу этого сериализатора и убедимся, что он у нас работает так же, как и прежде. Для этого мы запустим тестовый веб-сервер. Это команда Python. ManagePy. RunServer. Далее я открою браузер и выполню Get-запрос вот по этому URL-адресу. Нажимаю Enter, и у нас вот здесь вот с вами возвращаются данные, то есть все записи из таблицы Vimen, вот в таком вот виде. Title, Content и Cut. То есть вот как раз те поля, которые мы с вами указали вот здесь вот в сериализаторе. Вот эти три поля. Ну, а чтобы протестировать другие посты под запросы, нам понадобится другая программа Postman, которую я пользуюсь уже на протяжении нескольких занятий. И давайте для начала добавим какую-нибудь запись. То есть мы обратимся вот к такому URL-адресу, выполним вот здесь вот пост-запрос. Соответственно, здесь вот в боде мы должны прописать то, что добавляем. Я вместо этих строчек укажу другие. Вот такие вот. Значит, здесь будет Сергей Балакирев. Ну, а здесь вот такой вот текст. Нажимаю Send. И на возвращается такой вот ответ в виде JSON-строки. Кстати, здесь вот Cut No, потому что я неправильно указал. Надо уже не Cut ID указывать, а просто Cut. Потому что мы уже используем другой базовый класс. И там используется такой вот ключ просто Cut. Давайте я еще раз отправлю пост-запрос, чтобы убедиться, что вот так вот все точно будет работать. Делаем отправку. И в ответ мы получаем уже все данные. Убедимся, что в нашей базе данных все добавилось. Обновляем ее. И видим как раз здесь вот две вот такие вот строки, совершенно одинаковые. Но вот здесь вот в конце у нас вот здесь вот Cut ID null равен, а здесь два. То есть, когда мы с вами указали уже вот правильный ключ Cut, то, соответственно, он был добавлен успешно в базу данных. То же самое и для Put-запроса. То есть, если мы здесь делаем Put. Далее мы должны указать идентификатор записи, который хотим изменить. Давайте посмотрим. Ну, например, вот эту вот десятую. Потому что здесь вот Cut ID, видите, у нас null стоит. Давайте мы сделаем так, чтобы там было, допустим, единичка. Вот так вот. А здесь будет Сергей Балакирев 2. Отправляем этот запрос. Да, я забыл здесь указать десяточку. Вот так вот. Еще раз. Put-запрос. Вот на такой URL-адрес. Send. И у нас возвращается вот та запись, которая была изменена. Давайте посмотрим в базе данных. Все прошло успешно. Обновляем. Да, и действительно, видим, теперь вот здесь вот единичка, а здесь Сергей Балакирев 2. То есть, запись была изменена. Видите, как легко, просто и быстро мы с вами определили сериализатор, который работает с моделью Vimin. Причем, если вот здесь вот мы хотим указать абсолютно все поля, которые бы возвращались обратно пользователю, то, соответственно, здесь можно прописать вот такую вот специальную строку. Два подчеркивания. All. Два подчеркивания. Сохраняем. Переходим снова вот сюда вот в Postman. Отправляем тот же самый Put-запрос вот, допустим, вот на такой же адрес. И у нас возвращаются уже абсолютно все поля. И то же самое будет при Get-запросе. Если вот обновить эту страницу, то видите, теперь у нас здесь тоже отображаются списки из всех полей таблицы Vimin. Наверное, некоторых из вас сейчас может обуять праведный гнев, готовых с сверкающим взглядом заявить, какого фига мы в прошлых занятиях сразу не воспользовались вот таким вот базовым классом и вручную прописывали всю реализацию по работе с моделями базы данных. Обычно, кстати, при обучении так и делают. Сразу показывают этот вариант с класса Model Serializer, не объясняя подробно, что скрывается под капотом. А знать всю подноготную сериализаторов, на мой взгляд, необходимо, потому что в крупных проектах зачастую приходится создавать свои собственные сериализаторы на базе или класса Serializer, или других классов сериализаторов. Поэтому на прошлых занятиях я подробно и показывал всю изнанку вот этого процесса сериализации. Но раз разработчики Django Ress Framework упростили определение сериализаторов, связанных с моделью, то, наверное, аналогичное упрощение они разработали и для классов представлений. И действительно, в Ress Framework существует несколько предопределенных базовых классов, о которых можно подробно почитать на странице официальной документации. Вот эта вот ссылка, она будет под этим видео. Ну и здесь, если промотать немножко вниз, как раз вот эти базовые классы представлений и перечислены. Если упрощенно их вот так представить в виде списка, то они вот следующие. Это для создания новых записей, он обрабатывает только пост-запросы. Это для чтения списка данных, это он get-запрос только обрабатывает. Ну и так далее. То есть вот все эти классы мы можем использовать для того, чтобы, опять же, упростить программный код. Например, у нас в программе с вами реализуется вот такой вот get-запрос, по которому возвращается список записей в JSON-формате. И как раз такую функциональность поддерживают следующие классы. Это list.api.view и еще вот такой вот list.create.api.view. То есть они отличаются тем, что list.api.view просто читает данные, а list.create.api.view еще дополнительно позволяет добавлять новые данные по пост-запросу. Я воспользуюсь вот этим вот вторым классом. Значит, вот здесь вот в программе я определю еще один класс, чтобы вот этот вот остался без изменений и был у нас перед глазами. Назову его, вот этот вот второй класс, как vimin.api.list. И он у нас будет наследоваться вот как раз от этого базового класса list.create.api.view. И внутри этого класса мы должны определить два атрибута. Первый атрибут – querySet, который будет ссылаться на список записей, возвращаемых клиенту. То есть objects all. А второй атрибут – это serializer class, то есть тот сериализатор, который мы будем применять вот к этому querySet. Ну, у нас сериализатор готов, он называется вот так вот – vimin.serializer. Все. Вот теперь вот это вот представление vimin.api.list у нас будет и возвращать список записей по get-запросу, и добавлять новую запись по post-запросу. То есть вот это вот представление сейчас реализует два метода – get и post. Чтобы мы могли убедиться, что все работает, нам нужно прописать маршрут и связать его, соответственно, с этим новым классом представления. Значит, вот здесь вот вместо вот этого класса vimin.api.view мы пропишем наш новый класс vimin.api.list здесь и здесь. Соответственно, здесь нам нужно его импортировать, поэтому я просто здесь звездочку поставлю. Мы будем импортировать все, что у нас есть вот в этом файле view.spy. Все. То есть у нас теперь вот с этими вот маршрутами связан новый класс vimin.api.list. Давайте посмотрим, как он будет работать. Значит, запустим тестовый веб-сервер. Он у меня уже запущен. Перейдем в браузер сюда и посмотрим первым делом, как у нас будет работать вот этот вот get-запрос. Нажимаю Enter и, в общем-то, все отработало как надо. У нас возвратился список и, соответственно, мы видим вот такой вот ответ. И, кроме того, вот здесь вот ниже у нас появилась еще вот такая вот форма для добавления новой записи. Давайте что-нибудь здесь мы с вами запишем. Например, beyonce. Какой-нибудь контент. Ну, давайте я вот просто что-то напишу, чтобы не тратить на это время. И у нас вот здесь вот будет певица. Выполняем пост-запрос. И запись добавляется в таблицу базы данных. Если вот здесь вот обновить вот эту таблицу vimin, мы как раз видим, что добавилась вот эта вот новая запись. То же самое абсолютно можно сделать и с помощью программы postman. То есть отправить пост-запрос на вот такой вот адрес vimin.api.list. И он у нас успешно отработает. То есть, смотрите, в программе мы определили новый класс представлений буквально двумя строчками. То есть, querySet, те данные, которые будут возвращаться по этому запросу. И класс сериализации, который обрабатывает вот этот вот querySet. Все. Вот этих двух моментов вполне достаточно, чтобы в базовом варианте получить вот такую простую функциональность. Причем, смотрите, если мы сейчас посмотрим на содержимое вот этого вот базового класса, list.create.api.view, то он у нас следующий. Это класс, который определяется на основе вот этих вот базовых классов. Это два класса миксинов. Первый list.model.mixin. Второй – create.model.mixin. И кроме того, идет вот такой вот общий базовый класс для всех классов представлений – generic.api.view. Вот, кстати, хороший пример использования множественного наследования в языке Python. Здесь классы миксинов описывают определенный базовый функционал по работе с моделями, а generic.api.view – базовый функционал для классов представлений. Кроме того, внутри list.create.api.view определено два вот таких вот метода – get и post. Как раз get возвращает список наших данных, а post служит для добавления новой записи. Давайте зайдем вот в этот класс list.model.mixin. И смотрите, здесь определен такой вот метод list, который читает данные из таблицы базы данных, прогоняет их вот здесь вот через сериализатор, ну и возвращает ответ. Все. То есть он делает вот такую простую вещь. И вот этот вот метод list, он затем вот здесь вот в методе get и вызывается. И то же самое метод create. Он у нас определен вот в этом классе миксинов. Вот метод create. Соответственно, здесь сначала создается объект сериализатор. Проверка на валидность. Далее добавляются новые данные и возвращает соответствующий ответ. То есть, по сути, вот эти вот миксины делают то же самое, что мы с вами на предыдущих занятиях прописывали вручную. Но здесь это уже реализовано в стандартном таком варианте, и нам достаточно подключить классы миксинов, generic IPvue и получить нужное поведение. В целом все относительно просто и эффективно. И это, кстати, хороший пример использования объектно-ориентированного программирования для упрощения написания программ. Советую внимательно вот все это изучить и применять подобные элементы в своих программах. Вот так легко и просто мы с вами создали класс представления, который позволяет возвращать для клиента список данных и добавлять новые записи. На следующем занятии мы продолжим эту тему и рассмотрим некоторые другие классы представлений. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...